За исключением недавних проблем с подвижностью, королева была образцом здоровья почти все свои 96 лет, но ее семье повезло меньше. Другие члены королевской семьи имеют в анамнезе куда большее количество проблем со здоровьем, чем вы можете себе представить. Члены британской и европейской королевских семей страдали от различных заболеваний, как психических, так и физических. К счастью, многим удалось победить в своей борьбе. Давайте посмотрим, когда члены королевской семьи Великобритании говорили о своем здоровье вместе. Герцогиня Сасик Ская всегда была откровенна в своих проблемах с психическим здоровьем, но знаете ли вы, что жена принца Гарри также страдала от ужасных мигреней? «Раньше у меня были изнурительные мигрени, из-за них я была госпитализирована, а иглоукалывание и восточная медицина полностью изменили мою жизнь», – сказала Меган Маркл в одном из интервью. У внучки королевы в возрасте 7 лет была выявлена дислексия. Она получала специализированную помощь и поддержку от центра Хелен Аркел на протяжении всей учебы в школе, а в 2013 году стала патроном благотворительной организации. «Я бы не смогла добиться своих академических результатов без поддержки, которую я получила от центра», – сказала Беатрис, которая успешно сдала 8 выпускных экзаменов и окончила Галдсмит-колледж в Лондоне. Недавно принцесса Евгения откровенно рассказала о своем сколиозе. В возрасте 12 лет ей сказали, что придется сделать операцию, которая изменит ее жизнь, чтобы исправить сильное искривление позвоночника. Во время восьмичасовой операции вдоль ее спины были вставлены два металлических стержня, а к шее прикреплены два винта. Евгения провела три дня в реанимации, затем неделю в палате и шесть дней в инвалидном кресле, прежде чем снова смогла ходить. «В вашей голове так много эмоций и забот, которые проносятся громом. Смогу ли я заниматься спортом, или я буду выглядеть так же, или я буду пропускать много занятий в школе и буду отставать?» «Я помню, как злилась из-за того, что не могла бегать и играть», — вспоминает принцесса. Графиня открыто рассказала о том, что у ее дочери Луизы в детстве были проблемы со зрением. Луиза, родившаяся недоношенной, раньше страдала косоглазием, состоянием, при котором человек не может выровнять оба глаза одновременно. «У недоношенных детей часто бывает косоглазие, потому что глаза — это последнее, что развивается в утробе матери», — сказала Софи. «Ее косоглазие было довольно глубоким, когда она была маленькой, и для его исправления требуется время. Вы должны следить за тем, чтобы один глаз не стал более доминирующим, чем другой, но сейчас с ней все в порядке, ее зрение идеальное». Софи Уэссекская после этого стала патроном Международного агентства по предотвращению слепоты. Мама принца Уильяма и принца Гарри в молодости страдала булимией. Бывший королевский шеф, повар Дарин Макгреди говорил о ее расстройстве пищевого поведения, признав, что он уже тогда подозревал, что что-то было не так. «Я никогда не говорил о еде, которую я готовил для нее, и я никогда не буду это делать». «Думаю, что это правильно», – сказал Дарин. «Но вы знаете, я готовил еду для принцессы. Я всегда задавался вопросом, с какой стати ей понадобилась вся эта еда, но я ничего не мог поделать. Я был там шеф-поваром, моя работа заключалась в том, чтобы готовить еду. Я не был психологом или врачом, который мог бы сказать, что вам не следует есть все это. Я знал, что что-то не так, но я не знал и не понимал, что такое булимия». Принцесса Диана впервые рассказала о том, что страдала от булимии в книге Эндрю Мортона Диана «Ее правдивая история» в 1992 году. Как и Кейт Миддлтон, принц Уильям уделяет много внимания благотворительным инициативам. Вчера он как раз принял участие в одной из них. Герцог Кембриджский примерил на себя роль продавца газет на улицах Вестминстера, оживленного района, находящегося в шаговой доступности от Букингемского дворца. Принц Уильям продавал свежие номера газеты «За Бик и Шу», издания, специализирующегося на освещении социальных проблем британского общества. Газета считается одной из самых продаваемых в Англии, а помощь члена монаршей семьи поможет привлечь к вопросам, которые поднимаются на ее страницах, еще больше внимания. Несмотря на то, что принц Уильям был одет в фирменную униформу «За Бик и Шу красного цвета», остаться неузнанным местными жителями и прохожими ему не удалось. Первым его узнал таксист Нил Крамер, который заряжал свой электромобиль, когда к нему подошел герцог Кембриджский. Позже, беседуя с журналистами издания FML, Нил признался, что после разговора с принцем еще даже хотелось ущипнуть себя, ибо он не верил собственным глазам. Пятидесятилетняя норвежская принцесса Марта Луиза ответила, дав ответ на предложение руки и сердца, сделанное ее возлюбленным. Избранник монаршей особы, 47-летний американский шаман Дурек Верет, духовный наставник голливудских актрис Гвинет Пелтро и Нины Добрев, а также других знаменитостей. Радостной новостью о грядущей свадьбе королевская особа, занимающая четвертое место в очереди на престол, поделилась на своей странице в одной из социальных сетей, не забыв продемонстрировать помолвочное кольцо с красивым изумрудом. Я счастлива объявить, что помолвлена с шаманом Дуреком, тем, кто заставляет мое сердце биться чаще, видит меня настоящей и признает мой высокий потенциал. Тем, кто заставляет меня чаще смеяться и позволяет мне быть уязвимой. Любовь преодолевает все и заставляет нас расти вместе с ней. «Спасибо всем друзьям и членам семьи, которые всегда были на нашей стороне», – комментирует она снимки. Норвежские СМИ сообщают, что сразу после свадьбы принцесса Марта Луиза планирует переехать вместе с тремя дочерьми в Лос-Анджелес, где живет Дурек. Девочки появились на свет в первом браке, который принцесса заключила в 2002 году с писателем Ари Беном. Пара развелась в 2016 году. Прежде в королевской семье Норвегии браки не принято было расторгать, поэтому этот случай стал прецедентом. Через три года после расставания с Мартой Луизой Ари совершил самоубийство, причиной которого стали проблемы с алкоголем и ментальным здоровьем. Несмотря на это в том, что Ари и покончил с собой, хейтеры обвинили принцессу Марту Луизу. Справиться с волной негатива в социальных сетях и прессе ей помог будущий муж. Дурек всегда поддерживал свою вторую половинку. Она не раз подчеркивала, что ей чудом удалось избежать депрессии в то сложное время. Дурек Верет говорит, что понял, что он рожден шаманом еще в два года. Он специализируется на освобождении своих клиентов от так называемых внутренних блокировок, мешающих им найти любовь, избавиться от болезней или проблем с финансами. Дурек утверждает, что всегда обладал способностями к исцелению, но они значительно усилились после того, как он в 13 лет пережил клиническую смерть. Далеко не все норвежские СМИ положительно относятся к выбору принцессы Марты Луизы. Поскольку она тоже давно увлекается эзотерикой и энергетическими практиками, многие журналисты считают, что она использует положение члена монаршей семьи, чтобы помочь своему возлюбленному повысить доход. Эти подозрения в прошлом были подкреплены совместным менторским туром под названием «Принцесса и шаман», в ходе которого Марта Луиза читала лекции об исцелении и расширении личных горизонтов вместе со второй половиной. Одно из самых знаковых событий, связанных с масштабными празднованиями платинового юбилея Елизаветы II. Визит принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию, где они впервые познакомили свою дочь Лилибет с Ее Величеством. Поскольку день рождения девочки совпал с праздничными мероприятиями в честь британской королевы, герцоги сасекские были вынуждены совместить два столь важных для их семьи торжества. И члены монаршей семьи, естественно, также не забыли поздравить малышку с тем, что ей исполнился год. Но зарубежные СМИ уверены, некоторые из родственников девочки весьма прохладно отнеслись к поздравлению, пока другие и вовсе предпочли промолчать. Через свои соцсети Лилибет поздравили Елизавета II, принц Чарльз и герцогиня Камила, а также герцоги Кембриджские. В аккаунте принца Уэльского и его супруги можно увидеть довольно сухую фразу «Желаем Лилибет очень счастливого первого дня рождения!» На страничке принца Уильяма и Кейт Миддлтон появилось не менее лаконичное поздравление, также в довольно сдержанном тоне. «Желаем счастливого дня рождения Лилибет, который сегодня исполнился год!» Написали герцоги Кембриджские. Остальные родственники предпочли воздержаться от поздравлений. День рождения Лилибет герцоги Сасекские отмечали в коттедже Фрогмор в Виндзорье, где и остановились на время пребывания в Соединенном Королевстве. В нем Меган Маркл и принц Гарри жили после свадьбы до тех пор, пока не решили отправиться в Америку. В дом они заселились в апреле 2019 года, но их переезд быстро оброс скандалами. Довольно быстро выяснилось, что на ремонт, который был запланирован Меган, ушло не менее 3 миллиона долларов, которые позже Сасекских заставили вернуть в казну. Известно, что Уильям и Кейт так и не смогли поздравить Лилибет с днем рождения лично. Незадолго до вечеринки они отправились в Уэльс, чтобы посетить концерт, приуроченный к юбилею правления Елизаветы II. Королевские эксперты единодушны в том, что отношения между братьями все еще остаются натянутыми. Лучшим доказательством этого служит то, что на недавней праздничной службе в соборе святого Павла Сасекса и Кембриджа сидели довольно далеко друг от друга и даже не перекинулись парой слов, хотя такая возможность у них была.